А Сергей Бынзарь вчера в очередной раз сделал первый шаг, чтобы помириться с Дарьей Черных. И несмотря на недавние взаимные оскорбления, Даша согласилась всё забыть и дать их отношениям второй шанс. До женской спальни лежала, тоже так делала. Плохо, что котика своего злывал. Я одного злывал. Зазывала, 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 зазывала. Он по кастингам смялся, по свиданиям лазил. Я зазывала, зазывала, зазывала. Зазывала, зазывала. Ты как зазывала? Неудачник, неудачник. Я так считаю, ты же знаешь. Я считаю. Ты злилась на тебя и хотела тебе обидно сделать. Так стыдно, зылочка у тебя. Слышишь? Ты меня любишь. Ну почему ты спрашиваешь? Почему ты не говоришь? Я тебя люблю, а ты меня любишь. Люблю. Мне что-то говорить, она меня спрашивает. Так это мне ответить. Да нет, ты мне и говорил. Я не знаю, я скажу. Я скажу. Я скажу. Тогда надо. Тебе сейчас не надо. Чему это не надо? Мне сейчас это... Потому что... Ты что за выпендривался? Выпендривался. Ты выпендривался? Я так всегда. Когда к мужчине по-хорошему, он еще вас выпендривался. Нет. А Серега не знаю теперь. Ну, ты же не можешь без Дашки. Тебе надо все время общаться. Будем общаться. Думаю, что ничего не изменится. Ну, просто ты общаешься как? Ты приходишь в комнату. Вот. Это я знаю, что я в комнату прихожу. Все такое. Нет. Я знаю, что я думаю, что все равно мы померимся рано или поздно с Серегой. Но я не буду первой подходить. Потому что... Извини меня, сколько оскорблений он принес. Я столько не приносила. Даже близко. Ну и потом что? Если что, я могу обойтись без того, чтобы к ним заходить. Ничего страшного. В коридорчике? Нет. Просто буду там... Не знаю. Не знаю пока еще. Не знаю. Не думаю об этом. Ай, неудобство, конечно. Все ты думала. Я думала. Ты не думала как будто бы, да? Мне интересно. Сережно, я на эту тему не думала, потому что я только утром проснулась и поняла, что Дашка здесь не спит. Она же говорит, что она вернется сюда. Она просто меня несет. Я не могу. У меня стопы нет. Я прям у меня... Как я тебя люблю сейчас, так я тебя тогда ненавидела. Я не могу ничего с этим сделать. Я убить. Могла тебя даже. Слышишь? Могла убить тебя. Я в следующий раз тебе на тарелочке принесу чай какую-нибудь и убей. Ну, то есть ты сейчас думаешь, у нас будет? Ну, по-любому, потому что ты же крутая во мне. Что, с тумаса шел? Не будет. Не можешь останавливаться в нужный момент. Ты меня тоже оскорблял. Очень-очень. Ну, я тебя оскорблял после того, как ты меня... Нет. ...здилала. Да. Нет, нет, нет. А, да, да. Да ладно, все без разницы уже, кто кого, когда. Скажи мне, что ты меня любишь. Ну, конечно же, я тебя люблю. Да? Сильно? Конечно же, сильно. И все время только обо мне одной думаешь? Ну, конечно же. И вообще никто тебе больше никогда не думает? Конечно, не нужен никто. А? Конечно же, не нужен никто. Да? Конечно же, это так. Ты так говоришь, как будто бы это не так. Ну, ты же мне не веришь, что я тебе буду говорить. Верю. Вы помирились. Это так? Нет, я помирился. Это так. Ты помирился? Ну, вы помирились. Сережа, что ты обманываешь? Давайте поаплодируем. Я просто ждала, когда это произойдет. Ты счастлив. Я счастлив, что я сделал первый шаг. Даш, скажи, пожалуйста, ты рада всем, все хорошо? Очень рада, да. На самом деле, как я его вчера ненавидела, так же я сегодня его сильно люблю. Говорил всегда, от ненависти до любви один шаг. Никогда не верил, да, это так. Вчера был свинья, а сегодня красавец мужчина. Скажите, ребят, пожалуйста, вы друг у друга попросили прощения за все оскорбления? Да, я попросила прощения. Сережа попросил меня. Мы договорились, что он меня больше никогда не оскорбляет. Никогда, никогда, никогда. Я больше каждое утро почти никогда не капризничаю. То есть все хорошо? Ну да. Или все-таки есть какой-то момент, который вашу радость смущает и не позволяет радоваться на сто процентов? Есть момент, который меня очень серьезно беспокоит, потому что Женя, моя лучшая подружка и мой любимый парень, почему-то не общаются. Более того, Сережа почему-то оскорбляет Женю. Я не понимаю ни с чего, ни за что, потому что в этой стране, в этой ситуации я на стороне Жени, потому что Женя ничего плохого о Сереже не говорила, ничего не делала. Я просто являюсь свидетелем всего и могу сказать, что Сережа был как минимум... Вот это, Оля, меня и смущает, что моя девушка между мной и подругой выбирает, конечно же, подругу. Сереженька, я как раз хочу сейчас обратиться к Жене и спросить у нее, Женечка, ты вообще рада, что Даша и Сережа помирились? Да, безусловно. Скажите честно, ты рада. Ты этого и ждала, этого и хотела, и Даша постоянно советовала скорее помириться. Зачем я буду советовать у Даши? Есть своя голова на плечах, это ее личная жизнь. И она вот до вчерашнего дня, я не вмешивалась и не советовала ей ничего. Я очень рада за ребят. Просто мне обидно, конечно, что... Да, у ребят счастье, супер, я за Дашку рада, что все хорошо. Но сейчас получается так, что даже вот я Сережу не задеваю, и он всячески пытается меня уколоть. Хорошо. Где-то оскорбить, где-то еще что-то. Мне вот этот фактор не приятно, что не могу зайти к Дашке в комнату, не потому что я боюсь чего-то там, а потому что я просто сейчас понимаю, что если я зайду туда, на меня обрушатся скрывал оскорблений. Готова ли ты отойти в сторону ради счастья своей подруге? Готова ли ты уступить Даше и Сереже? Да, если Даша попросит, безусловно, конечно, да. А ты сама не можешь этого понять? Могу, могу, если это понадобится ей. Я не думаю, что Даша заключается в счастье прекратить самоотношение. Не, а самой прийти и сказать, Дашуль, я вижу, что Сережа сейчас напрягается. Давай временно прекратим свое общение. Ты на такое не способна. Если сейчас Даша так скажет, если Даша так скажет, я перестану с ней общаться и все. Почему я должна просто отказываться от подруги? Причем здесь молодой человек и подруга, мне непонятно. Мне это непонятно. Конечно, молодой человек это так себе, знаете, под лопухом где-то там лежит. А вот подруги, это вообще совсем другое дело. Конечно, может быть, я хотела, чтобы она в тебя влюблена была, да? Да. Да, ты же говорил, что она в тебе лезла, целоваться, еще что-то плеветала на мою подругу, хотела на трассу. Плеветала на твою подругу? Нет, на самом деле, Оль, тут очень неприятный конфликт. Я хочу, чтобы они общались, они дружили, потому что не нужно мне сейчас, вы сейчас ставите в меня в неловкое положение. В тебя. Ты именно. В тебя. Потому что Женя, моя подруга, я не могу себя лишить ее общения, потому что я ее очень сильно люблю. А я кто? А я кто? Даша, я тебя прекрасно понимаю. Она никогда не подводила в этой жизни. Даша, я как женщина тебя отчасти прекрасно понимаю, но ты пойми тоже Сергея, и мне кажется, ты со мной потом в глубине души, согласишься, всегда перед каждым человеком стоит выбор. Сейчас, в данный момент, у тебя есть выбор, семья или подруга. За счастье твоей семьи зависит напрямую от того, будешь ты общаться с Женей или нет. К сожалению, но сейчас это так. Я даже больше тебе скажу, из 24 часов в сутки всего лишь на меня выделяется это, ну, грубо говоря, часов в 8, когда надо уже ложиться спать. Мы сегодня помирились с Женей, сколько я сегодня с тобой времени провела. Мы вообще не проводились у него. Мы сегодня вообще не общались. Даже сегодня, когда проходила стройка, Даша Черных из дома кричала, Женя, Женя, я здесь. А Сережа рядом стоит, его не видят. Женя, я здесь. Посмотри, нормально все. Сереж, скажи мне, пожалуйста, как ты видишь эту ситуацию? Как ты считаешь, можно выйти из такой сложившейся ситуации? Я считаю, что я как бы не против, пусть они там общаются, но я за то, чтобы они меньше проводили времени вместе и, в принципе, за периметром они не выезжали вдвоем. Мне кажется, я знаю, как сделать так, чтобы Женя и Даша меньше стали проводить время вместе. Может быть, все-таки обратить внимание на Спартака, завести себе отношения, а не быть третьей лишней. Нет, Оль, на самом деле, это действительно так, я займусь в своей личной жизнью, при первом возможном случае, если появится рядом со мной достойный мужчина, который посчитает, что я не крокодил, а принцесса, которая будет носить меня на руках, уважать меня и ценить. К сожалению, пока такого мужчины на проекте нет. Поэтому буду ждать. А чтобы Сережа не переживал особо, я не буду заходить в их комнату, я не буду вмешивать в своих отношениях. Если Даша понадобится со мной пообщаться, пусть она всегда знает, что я всегда рядом с ней. И если не нужно будет со мной пообщаться, всегда, пожалуйста, welcome в нашу спальню женскую. Жень, Сереж, я хочу, чтобы вы знали, что вы для меня самые близкие люди. Для меня сейчас здесь. И не только здесь, а за периметром. То есть я вас очень люблю обоих. Так может, ты спать с Женей будешь тогда? И хочу, чтобы вы дружили. Я не могу разделить парня и девушку. Для меня вы разные, вообще разные люди. Для нее вы разные. Именно поэтому, Даша, я надеюсь, что завтра тебе удастся все-таки примирить Сергея и Жене. У вас будет хорошая, дружная семья. Если одни ребята после ссор могут быстро помириться, как Винцеслав и Жанна, то Сергей Пынзарь подружиться с лучшей подругой своей девушки упорно не желает. Он считает Женю виновной во всех их ссорах с Дашей. И даже не пускает Евгению в их с Дашей комнату. Чтобы ситуацию изменить и не ругаться, Даша организовала примирительное свидание, куда ребята и отправились. Я разрываюсь между Женей, между тобой, Сережей. Почему я должна это делать, я не понимаю. Я очень хочу, чтобы вы помирились, потому что вы два моих любимых человекика. Мне нечего делить с ней, по большому счету. Единственное, что я попрошу ее просто-напросто поменьше проводить времени с тобой. В принципе, я не хочу, чтобы она заходила в наш дом, где мы живем. По утрам, по 2-3 часа не проводила в моей квартире, потому что я не могу там не переодеться. Чувствую себя некомфортно, потому что человек, который мне в принципе не то что неприятен, безразличен, мне не хочется, чтобы он был рядом. Я скажу одно, что я хочу просто нейтрально общаться с человеком, просто нейтрально, чтобы хотя бы не было оскорблений каких-то, еще что-то там, знаешь, такие подобные, какие-то выпады с той стороны агрессивных. Нейтрально, нейтрально. Я не хочу с тобой общаться, я не хочу, чтобы ты общалась с Дашей. А Даша, в свою очередь, как обычно же, выбирает тебя, и мне эта Даша вообще никак не приедет. Подожди, в каком? Я тебе так скажу, будешь выделываться, мы с тобой дальше будем ругаться и будем расставаться. А расстанемся мы только из-за твоей подруги, вот ты увидишь. Ругаемся, любим, миримся и так далее. Не влазь в отношении, не лезть сюда. Я тебе могу сказать одно, что я и так не влажен, но если ты считаешь, что я влажен где-то, да, ну хорошо, я не буду там где-то вообще комментировать какие-то, ну я не знаю, ваши действия, не буду совершенны, что между вами происходит. Но общаться буду продолжать с ней дальше, заходить к вам в комнату я тоже буду. Жень, смотри, я тебе... До тех пор, пока Даша сама не захочет, чтобы мы с ней перейдем. Серьезно, ты можешь пожалеть об этом. Я тебе говорю еще раз, претензии ко мне, общайся на эту тему с Дашей, задумайся, почему я интересна именно со мной. То есть ты, короче, не слышишь меня и будешь делать все как по... Я не буду делать назло, мне не надо, я хочу, чтобы вы были вместе. Это ваша личная жизнь, меня она никак не волнует. Единственное, что я могу... Единственное, что я вижу, счастлива моя подруга или нет, и все. Так что тебе нужно или смириться с этим, или я не знаю, что... Ладно, хорошо. Забей. Зайдешь? У меня западлы выдернет оттуда. Не выдернет, мы дверь закруем. Жень! Иду! Даша! Я пошла в гости. Что? Меня пыль зая тоже не пускает. Как тебе дела? Хорошо. Я пускает. А ты меня можешь... Если пыль зая меня будет бить, ты меня спасешь? Женечка, что ты говоришь, какие-то у меня глупости вот эти... Ты меня не защитишь. Я больше не хочу. А я тебя защищу. Я ничего не хочу больше, все. А я тебя защищу. Даша, ты где? Нормально так? Да, хорошо, хорошо. Только они сейчас растянутся чуть-чуть. Мышонька, дедочка. Мышка, мурчонька, смотри-ка. На ленточке, это что-то крылья сейчас ей дам. И тетя лап такой, ну-ка. Не знаю, где. Даша. Женя, не, не, Даша. Ты наше чуть-чуть? Что? Будь плохой тебе и ей. Не проверяй меня. Я тебе не плохо буду. Она спрячется, блин, широкая спина. Мама, я сама за мою юбкой тогда уже. Серьез, ты знаешь что? Женя, я тебя прошу по-хорошему. Я вообще-то говорю, пришел сюда. Сейчас будешь плакать. Сереж, я ее звала. Она не хотела идти, я ее позвала. Женя, я... У меня просто понимаешь, что вот ногой содрался. Плакать ты будешь, или Бадаш будет плакать. Сереж, ты хочешь, чтобы плакать? Плакать, выйдите, пожалуйста. Не надо спрятать. Но есть твоя слабость, оставляйте. Если тебе не нужны мои условия, и ты их не хочешь воспринимать, ты можешь собирать вещи и жить в женской спальне так же. Сам собирай вещи, иди в мужскую спальню. Мне не с удовольствием. Мы только что помирились, представь. Вышли. Что ты меня выгоняешь уже? Только что помирились, уже выгоняешь меня. Ты имей совесть. Тебе никто не мешает. Сиди, ты можешь так говорить, посиди здесь. Женя, пойдем, мы с тобой с тобой сводила. Нет, подожди. Я... Женя, я тебе серьезно говорю. О, я слабо нашелся. А, нет, это не то. Это это, кстати, тоже нужная штука. Вообще никогда в жизни. Никогда в жизни. Мой, не перестань. Никогда в жизни, я тебе серьезно говорю. Сереж. Нет, даже если никогда в жизни, я уже с уйду серьезно. Я никогда в жизни больше не вернусь. Нет, я не хочу, чтобы никогда в жизни у вас положить пара. Куда вы, вы чего, вы чего за пресс? Я нож принес, тролю пилить. Будем? Нет, нет, я уже положу, потому что он хочет. У меня широкая юбка свою. Никогда в жизни он не хочет быть с Дашкой. Да вы чего? Вы чего цирк устроили, Сережа? Я тебе еще раз говорю. Женя, я тебя прошу, выйди. Я на самом деле посижу. Ну пойдем выйти. А ты поможешь, если ты скучаешься. Пошли выйти, пошли выйти. Греха подальше. Пускай хлопнет. Ой, ой, ой. Да, ты не подкрасывай, но убыли. Слушай, долбали вообще. Слушай, ты знаешь, я смотрю на них, да? Вот на Женьку. Вот она явно показывает, что она зло это делает. Вот на зло. Понимаешь? Пытается показать, что для Дашки она важнее, чем ты. Она делает это на зло, но... Слышишь ты? Важнее для Дашки, чем ты. Слышишь, ты здесь не подслуживай, пожалуйста. Я не подслуживаю. Подожди, подожди, давай тебе аргументируй. Это мой друг, пусть сидит. Не надо мне твоих друзей. Это мой друг, пусть сидит. Что? Нет, сиди. Все имущество бери Дивиди бери Диск твой бери Куртки свои забери Подожди Тазик свой Это тоже твое имущество Давай Я сказал Я сказал Ты что делаешь Ты что делаешь Ты что делаешь Он конченый урод Я еще не трогаю Я тебе сказал Еще раз зайдешь Будет плохо Я тебе сказал У меня есть подруга Я не попараблю Там вышка Что ты что делаешь Что Ты вышел по голове Вот это что такое Что это такое Это что такое Это что такое Это что такое Вот это что такое Дай мне телефон Я хочу домой Езжай Езжай домой Фарафира тебе Придор Дай мне телефон Дай мне телефон Иди отсюда Тебе ударить Подруга Возьми телефон Подруга Я возьму телефон Я тебе кто Я тебе так Насрана под лопухом Женьке Труляляхи Ей надо было Как-то просто По-другому себя вести Лично мое мнение Вот не надо Почему нельзя Ограничить Чуток общения Не надо Почему Женя Не может Чуть-чуть Сдержать Или не знаю Ограничить Чуть-чуть В общении с Дашкой И Даша не должна Так И Дашка не должна Вот так вот Прям знаешь Лезть Нет Женя будет с нами Почему она Сейчас не хочет Сделать паузу Ты не можешь объяснить Я тоже Я помню У меня была ситуация С Римкой Когда она еще С Женькой Встречалась С Никитином Мне тоже говорили Вот ты мешаешь В итоге Хорошо Я оставлю их На какое-то время В покое Точно так же Римка остановилась В позе Говорит Нет Не ограничивать Меня вообще Нет Потом все равно Хотя могу сказать Пынзе реально Очень сильно Разозлился Ну вот почему Сейчас чуть-чуть Не ограничить себя Не знаю Даша плачет Как никогда Серега Серега вообще Как никогда Злой Мне кажется Не знаю Мне кажется Дашка уже Не любит Серегу Дай мне телефон Почему нет Вот телефон у нее Свой есть Нету У меня нет Просто номер Дай Серегу У меня нет Ну номер же У тебя там записан Нет у меня Отличить Ну записан Дай мне Пусть езжает Как хочет Сереж Дай номер За ней приедет Сестра сейчас Ты что делаешь Я приún Смотри Что с ней Дай номер Дай мне номер Я не дам Ну я прошу тебя Не надо Плохо? Не надо Плохо? Больно? А вот так и мне было Плохо и больно А вот так и мне было Больно И плохо Вот так и мне было Больно и плохо Ты что делаешь Сереж Ты что издеваешься Пошла она вжел Тихо В открытую Ну, издеваешься нельзя так. Да, да. Вот так и мне было плохо и больно. А теперь ты почувствуешь, что такое больно. А теперь ты почувствуешь, что такое больно. Чувствуй. Кайфую я от этого. Давай. Мне классно. Давай. Больно. Езжай домой к сестре вот так. Подружка, езжай. Что происходит с нами? Я не знаю. Что происходит с тобой? Со мной. Сереж, у нас с тобой был уговор, в котором ты мне обещал, что ты меня больше никогда не будешь оскорблять. У нас был уговор. Ты меня начал оскорблять. Ты меня сегодня оскорблял очень много. Я тебя очень много. В этой ситуации ты больше меня оскорблял. Я не хочу пройти сейчас. Я не оскорблял тебя. Я оскорблял после того, как ты мне со всей дури по ноге дверью дал. Ты вообще думай своей головой. Я свою девушку. Я слабое создание. А ты не думаешь вообще своей головой никогда? Почему? Почему ты нашел так окрещивно? Хорошо, давай без претензий, смотри. Почему ты не можешь? Почему я, почему ты, это не важно. Давай сейчас конкретные претензии. У меня к тебе конкретные претензии есть. И у меня конкретные претензии есть. Послушай меня. Я тебя слушаю. Смотри, если ты меня будешь оскорблять, я тебя люблю. Мы только помирились, я хочу быть с тобой. Я не готова с тобой расстаться. Послушай меня, послушай меня. Но я не смогу быть с тобой, если ты будешь меня повышать голос. Если ты будешь меня повышать, поднимать руку, толкать меня, швырять. Я поднял на тебя руку? Я не смогу с тобой встречаться дальше. Я не смогу с тобой встречаться тоже. Давай договоримся. Если мы когда-нибудь еще будем ругаться, мы не будем опускаться. До оскорблений. До оскорблений. Не надо меня хватать. Прости меня. Не надо, ты меня первого ударила. Больно было мне очень. Знаю, заеванная. Прости меня, пожалуйста. Ну ты что же, девушка, ты что же понимаешь? Ты не понимаешь? Ты пойми, что тоже на мужчину нельзя руку поднимать. Да вот это мне больно сделала. Нельзя руку поднимать. Больно сделала, я все равно на своем стояла. Говорю, мне больно, ты все равно на своем стояла. Из-за этого я уже не выдержала. У меня все, у меня все истерика. На своем как раз таки стояла ты. Я хотела дверь просто открыть, взять вот это, вынести. И мы уже согласились в другую комнату. Ты не даешь мне вынести. Ты не начинаешь швырять с меня какими-то кошачьими предметами. Толкать меня, еще что-то. Зачем это нужно было делать? Зачем? Я не понимала. Ну все, давай не будем ругаться. К вечеру у вас вроде все хорошо, но вы же понимаете, что проблема, она есть. Проблема есть, это Женя. И вам нужно как-то эту проблему решить. Мне непонятно сейчас одно. Женя может заходить в вашу комнату или нет? Конечно может. Можно я начну, да? Хотел начать с того, что... Сейчас поудобнее встану. Ну что, аплодисменты. Креативщики. И ты. Я, конечно, очень скреативил, понимаю, все рады за меня. Хочу начать с того, что за сегодняшнюю ситуацию, которая произошла между мной и Дашей, за сегодняшний конфликт, хотел бы за это извиниться. И очень жалею, что вот так вот получилось. Прости меня. Молодец! Сережа! Я думаю, Сережа будет не бросить все три цветочка из них, из этого букетика. Отдам Жене, потому что она сегодня тоже очень пострадала из этого конфликта. Женька, держи. Она сегодня меня целый день успокаивала, нянчилась со мной. Даш, ты меня, конечно, извини, но судя по выражению Сергея, он был как раз-таки очень против. Сереж. Сереж, ты был против? Я, знаете, я уже без комментариев. Можно меня вообще не пробовать? Нет, ну, ребята, мы, конечно, можем над этой ситуацией смеяться, ребят. Мы можем над этой ситуацией смеяться, можем шутить. Но, Жень, ты же понимаешь, что Даша, наверное, будет лучше с Сергеем, а не с тобой. Именно поэтому я не буду завтра заходить в комнату. И поэтому мы завтра отправляемся в город. Хорошо, послезавтра. После завтра будешь заходить? Что? Послезавтра. Ну, если Даша мне скажет не заходить, я не буду заходить. Сегодня те же самые слова прозвучали. Оль, можно? Даша, а ты как бы не против, чтобы я осталась? Хотя, я так расскажу. Сегодня я вот здесь, вот возле бассейна, можно так сказать, тусовался. Евгения Феофиклатова как-то там фамилия не... Феофилактова. Пожалуйста, выручь мою фамилию. Специально прошла. Хорошо. Даша! Ты здесь смотрит или... Даша! А я не могу зайти, потому что твой здесь смотрит на меня. Здесь Даша. Ау, заходи! Мне насрать, как обычно! Так я не говорила. И сейчас... Я подвода, чтобы гулять и все. И сейчас, даже когда я подарила эти цветы своей любимой женщине, она, конечно же, не забыла о своей подружке, любимой. Оль, дело в том, что мы сегодня с Сережей очень серьезно поговорили. Сейчас при всех ребятах мы хотим, чтобы озвучил Сережу то, что он мне сегодня пообещал. Может, ты озвучишь то, что ты пообещала? Я пообещала, что больше не буду его ударять. И что я больше не буду провоцировать его Жене. Потому что он считает, что не Женя провоцирует Сережу, а именно я провоцирую Сережу с помощью Жени. То есть я за это извинилась. Хотя это не так. И пообещала, что больше такого не будет. Хорошо. Чего Сергей пообещал? Пообещал, что не буду никогда, как сказать, оскорблять своего любимого человека. На что человек мой любимый ответил, что я не буду... Мне кажется, ты особо не запомнился, что ты пообещал. Ксюша, ой, Ксюша, прости, Ольчка. Еще я хотела попросить, я не знаю, возможно ли это. Но просто мне кажется, что во всем виновата не Женя, не я, а наша комната. Можно нам переехать в зеленую комнату? Она рядом, потому что на самом деле в персиковой комнате, я не знаю, может быть это смешно звучит, но там действительно плохая аура. Я захожу туда и вижу сразу все наши конфликты, которые у нас были в последнее время. Мне там тяжело и очень... Нет, ну, ребят, комната свободная сейчас, никем не занята. Поэтому если вы считаете, что комната выручит вас в этой сложной ситуации, конечно, переезжайте. Я разрешаю, но все-таки, Даш, определись, что для тебя важнее, семья или друзья. В любом случае, выбор сделать надо будет себе. После замечательно проведенного свидания Женя Феофилактова заявила, что все равно они со Спартаком только друзья. А Винцеслав обвинил Кадони в том, что тот его сглазил. Более того, Ксения Бородина выяснила, что Винц не единственная жертва голдуна. Оказывается, Влад наводил порчу еще и на свою бывшую девушку Нелли Ермолаеву. Такое хладнокровное признание привело к возмущению остальных участников. Но зато бедному Винцеславу стало утешением приглашение Сергея Фынзаря погостить у него, пока Даша будет отдыхать в Сочи со своей подругой Женей. Даша, не буду вас переодеваться? Не надо вас переодеваться. Все, блин, спасибо за это поправо. У нас выступление. Будешь? Жень, ты будешь переодеваться у нас? Сережа, выйди, пожалуйста. Дай нам переодеться. Я хочу посвятить. Это моя комната. Я буду с левым чуваком переодеваться. Жень, подожди, мы у нас в этом. Нафиг, надо переодеваться. Если где угодно, только нигде. Ну, слава богу. Выйди, Сережа, пожалуйста. Я сегодня буду выходить. Ты что ты не портишь? Блин, настроение. Я со своей комнаты не буду выходить. Что ты портишь все? Давай, бросься еще на меня, подерись со мной. Бросься еще на меня и подерись со мной. Я не могу. Быстрее буду уже смотреть. Ты что мне нервы трепишь? Нам нужно собраться сейчас перед кормом. Я мерзкий? Не надо выгореть бездумно. Даша, если ты сейчас уйдешь, я тебя обидеваю. Повтори слово. Я мерзкий? Да, твое поведение. Хорошо. Нет, Даша, не вздумай сейчас уходить. Я тебя умоляю. Женя, если ты уйдешь, я вообще на тебя очень сильно обижусь. Ну, Даша, мне подожди меня, пожалуйста. Левая чувиха, он не говорит, левая чувиха, вообще ты его слушаешь. Ты знаешь, я тебе ни разу не оскорблялся, скажу, что левый чувак это ты, ты понял? Да, да, да. Левая чувиха есть с моей девушкой в Сочи. Все, 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 едем, я едем. Ты, блин, вчера меня отпустил. Ты что такое тогда, если ты меня отпускаешь, то ты тогда отпускаешь. Не надо мне в этом предъявлять. Не ори на меня, повышай голос. Если ты не понимаешь, что я ехал, так скажи. Ты не езжилу сказать. Не повышай голос на меня. Я считаю, что у моей девушки должны быть свои принятые решения, хоть одно толковое. А если нет мозгов, ну она так же и принимается. Или любви, или мозгов. Все, иди мозги, сиди там. Точно, точно, точно. Так, выдохните, Даша. Да, пожалуйста, все настроение перед конкурсом, все мне испоганил, вечно. Ну, и хорошо. Все. Не, Серег, просто, знаешь, сравнить Дашу, то есть Женю и Венца. Вер, тебе никто. Вер, не урод, не идиот. Пойми, чтобы... Я имею право в свою комнату, когда ее нет. Если бы она здесь была, я бы с ней считался, ее не будет здесь. Я с тобой вообще не считаюсь. Понял меня? Я с тобой не считаюсь теперь. Ты собралась в Сочи, manipulating. Ты меня отпусти, я спрашиваю. И ты хоть как-то считалась бы со мной? Я спрашиваю. И ты хочешь хоть как-то считалась бы со мной? Я спрашиваю. Ты на лобном месте спросила. Я на лобном месте спрашиваю. Ты считалась бы со мной? Да, я бы не поехала. Уехала бы 100%. Уехала бы 100%. Ни разу не ощутила от него поддержки в каком-то конкурсе или еще где-то. Я тебя поддерживаю. Да, я вижу. По Сочи мотаются. Только помирились, опять встречина какая-то. Я советую просто не ехать на тему. Нет, я поеду. Конечно, поеду. Потому что надо иметь силу. Не хочешь, чтобы я не ехала? Говори, что не хочешь. Говори сейчас. Надо иметь голову. Говори сейчас. Если ты хочешь, чтобы я поехала, я поеду. Если не хочешь, говори. Езжай, езжай, конечно. Нет. Слышишь меня? Я не слышу тебя. Слышишь меня? Только если я поеду, чтобы потом мне мозг не выносило. Сейчас. Не надо меня тебе дотравить. Я езжаю. Если ты меня отпускаешь, значит отпускаешь. Не отпускаешь, говори тогда, что ты ручонок в твою машешь. Отпускаю, отпускаю. Недостойно себя ведешь вообще. Ты недостойный себя. Я не мужик, я не достоин тебя. Я не мужик, я не достоин тебя. Я вообще неудачник. И мерзкий, и мерзкий. Слава богу, в Сочи там будет не мерзкий, не кулачный. Да блин, пусть она не едет там в Сочи, скажи об этом. Ты придурок, ты можешь сказать, если ты не хочешь, чтобы я в Сочи ехала, ты можешь сказать, ты там случишься, ты можешь, и я, ты меня не беси, блин. Значит, я уйду от тебя, уйду отсюда, понял? Потому что меня в жизни не увидишь, слышишь меня, ты, блин. Слабак, скажи, что ты хочешь-то. Слабак, я хочу, чтобы моя женщина научилась думать головой хоть когда-нибудь. 23 года ты не думала, почему она думала? А не 23 года, и правильно, а я все, скажи ей, за нее скажи. Я хочу, чтобы ты научился думать своей головой. Либо ты меня отпускаешь, и когда мне на нем можно, не пачешь. Давай будем поднимать настроение, первоцепление, может, пофиг, блин. Все, все, пофиг, все, иди отсюда. Ты, в жизни, от тебя поддержки никакой нет. Я сегодня выступаю, нервничаю. Все, выйди, 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 ты мне нервы крепишь, выйди от тебя. Чего я буду выходить? Ты, выйди, ты мне... Хорошо, хорошо. Вот у тебя есть выбор. Она это может делать, а ты на это не способен. Выйди, иди к венцу, выйди. Да, да, да. Ты на это не способен, в вашей жизни. Конечно, я неудачный. А у тебя есть выбор, ты выбор сделала, вот, пожалуйста. Ты не уверена, ты не уверена. Поддержит тебя, поддержит твоя. Я тебе не уверена, я тебе сказала, кого я выбрала. Не уверены в себе, вам номер ставила так, на секундочку. Не уверена в себе. Ой, спасибо, Великая. А две бестолковые, как и обычно, ничего не сделают. Еще раз, повтори еще раз, что ты нам там поставил? Номер поставил? Поддержка, Великая. Конечно, поддержка. У меня больше времени поделся, ты с нами. Белом сегодня нам раз, два, три, четыре. А это же пришел, а что я им самят буду? Да ничего не буду. Я лучше настроение испоганю. Лучше ты нам испоганю, потому что у тебя лучше всего получается. Хорошо, хорошо. Не заводись, пожалуйста. Не даже два понятия, что в конце концов у нас первый дебют с тобой. И вообще, я не знаю. Все, блин, испоганю. Он не допогрел. Мне даже только не плачет сейчас, я тебе говорю серьезно. Придурок, блин. Так, Даш, сядь вот сюда, я ничего не вижу. Ты вертишься? Сядь на кресло. Ой, блин. Что ты пришел к овце, к овце конченой? К твари? Я тебе сказал? Ты мне такое говорил? Ты мне сейчас припоминаешь, что я тебе говорила? А давай я тебе буду припоминать, что ты мне говорила? Да, поможешь меня сказать сейчас, придурок конченый, да поможешь. Я тебе за сегодняшний день ни одного оскорбия не сказал. Ни одного не сказал. Зато ты сказала много оскорблять. Из-за бритвы? Из-за какой-то, из-за д gangsкой бритвы. Оскорбляй меня оскорблять, давай. Да, Сля, ты прошу, давай я не ругаюсь. Ты меня оскорбляешь тем, что ты мне говоришь, что я к мужикам еду. Вот этим ты меня оскорбляешь, потому что я не еду к мужикам. Ты мне сказал, что ты есть пуска, а ты сейчас говоришь. Только что, только что, ты мне это сказал, я сидела, только что. Ты не говорил, что я плохой. Ты мне опять на это устрою, да будешь. Даша! Не, ну все, все, Ташуля, не надо, пожалуйста, Ташула. не будьте, пожалуйста, vámonie, пожалуйста, он успокоен. Жанин, пойти с ним выйти, пожалуйста, куда ты, Серёж, не надо драки никакой, пожалуйста. Ну вы друг друга доводите сейчас, побудьте в раздельности. Серёж, пожалуйста. Знаешь, когда человек делает выбор в сторону троллялитов, я должен точно так же бросаться на него, я должен влюб точно так же бросаться. Я должен точно так же бросаться. Я в следующий раз точно так же буду бросаться, когда он услышит, мне в свою сторону будет выбор. Слушай, она нам взводит, не надо что-то. Слушай, ты вообще заткнись, выйди с моей квартиры. Выйди! Заткнись и выйди отсюда! Никуда она не пойдет! А ты, Николай, ты уезжаешь! Да что ты говоришь! Больше уезжать! Ну а под занавес премьера песни Жени Труляля и Дарьи Черных, которую они посвящают всем, кто участвовал в конкурсе «Человек-года» на Томе-2! Жизнь моя разноцветный фантик, так привыкла я жить красиво, словно барби и сбоку бантик. Только что ты скучаешь, милый, раздражают мои бриллианты. Друзья с девушек вечно в моде, но и что, что мои таланты шик и блеск при любой погоде. Что ты знишься зря на меня, меня? Лишь отвечу я, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Не прожите дня без меня, меня. В мире только я, ля-ля-ля-ля. Пусть другие живут работой, только мы любим развлечения. И у нас есть свои заботы, как прожить день без огорчения. Надоели мои запросы, ты расходов своих не бойся. Весь ответ на твои вопросы, я с тобой, парень, успокоен. Что ты знишься зря на меня, меня? Лишь отвечу я, ля-ля-ля-ля-ля. Не прожите дня без меня, меня. В мире только я, ля-ля-ля. Что ты знишься зря на меня, меня? Лишь отвечу я, ля-ля-ля-ля-ля. Не прожите дня без меня, меня. В мире только я, тра-ля-ля Что ты злишься зря? На меня, меня Лишь отвечу я Не прощите дня Без меня, меня В мире только я, тра-ля-ля Что ты злишься зря? На меня, меня Лишь отвечу я Не прощите дня Без меня, меня В мире только я Ла-ля-ля